Лежала бы башня поперек долины Синаарской, два дня ходу понадобилось бы, чтобы пройти от одного ее конца до другого. Но башня стоит, и требуется полный месяц, и еще половина, чтобы взобраться от ее основания до вершины, даже если человек не обременен грузом. Однако редкие мужи поднимаются с пустыми руками, большинство волочет за собой тачку с кирпичами. Четыре мяч, уложенные в тачку, окажутся у стены, дабы успокоиться в ней. Хилала всю жизнь прожил в Эламе. А в Вавилоне он знал лишь то, что там скупают эламскую медь. Медные слитки грузили на корабли, а те держали путь по Коруну в Нижнее море, и оттуда уже поднимались вверх по Ефрату. Хилала и остальные рудокопы двигались по суху с торговым караваном, везущим ядра для катапульт. Они шли пыльной дорогой, которая, петляя по предгорьям вниз через долинки, вывела их, наконец, на зеленые поля, расчерченные каналами и насыпями. Никто из них прежде не видел башню. Она показалась им за много лик. Тоненькая, как ниточка из льняной кудели. Линия колыхалась в знойном мареве, вздымалась из корки грязи, какой предстал сам Вавилон. Когда они подошли ближе, корка выросла в могучие городские стены, но башня заслонила все. Когда они опустили взгляд на речную пойму, то увидели шрамы, которые она оставила вокруг города. Сам Ефрат протекал теперь по широкому низкому ложу, вычерпанному ради глины для кирпичей. К югу от города рядами выстроились печи для обжига, ныне остывшие. Когда они подошли к городским воротам, башня нависла над Хилалой. Он и вообразить не мог подобной громады. Единый столб, в обхват, наверное, больше храма, а все-таки возносится так высоко, что исчезает из виду. Рудокопы шли, запрокинув головы, и щурясь на солнце. Нане, друг Хилалы, ткнул его в бок локтем, преисполнить страха. И мы на это полезем. На самый верх. Поднимемся, чтобы рыть. Это против естества. Рудокопы достигли главных ворот, в западной стене, откуда как раз выходил другой караван. Все притиснулись друг к другу, в узкой полоске тени от стен. А Бели, старший над ними, крикнул привратникам, стоявшим на башнях. Мы, рудокопы, призванные с земли Иламской. Привратники обрадовались. Это вы прокопаетесь через сводь небес. Вопросил один. Мы, веселился город. Праздник начался восемь дней назад, когда на высоту отправили последние кирпичи, и продолжатся еще два. Каждый день и ночь город танцевал, пел и пировал. Бок о бок с кирпичниками пировали тягловые, чьи мышцы были как связки канатов от бесконечных. Штурма в башне. Всякое утро какая-нибудь артель начинала восхождение с тачками. Они взбирались четыре дня, передавали свой груз следующей артели и на пятой возвращались порожнями в город. Одна другую сменяли артели до самой вершины, но только самые нижние пировали с городом. Тем, кто жил наверху, послали достаточно мяса и вина, чтобы праздник растянулся на весь столб. Вечером Хилала и другие ламские рудокопы сидели на глиняных скамьях за полным яст столом, одним из многих, какие поставили на городской площади. Рудокопы завели разговор с тягловыми, расспрашивая о башне. Нани сказал, один человек говорил, будто каменщики, работающие на вершине, вопят и рвут на себе волосы, если уронят кирпич, ведь четыре месяца уйдет, чтобы его заменить. А когда упадет человек, то не замечают вовсе, это правда. Словоохотливый тягловый Лугата покачал головой. Нет, это пустые байки. Наверх поднимается непрерывный караван кирпичей. Обычный день вершины достигают тысячи штук. Утери кирпичика для каменщиков ничего не значит. Тут он наклонился поближе. Но есть одно, что они и впрямь ценят больше человеческой жизни. Мастерок. Но почему мастерок? Если каменщик уронит свой мастерок, то будет сидеть праздно, пока не доставит новый, четыре месяца. Он не сможет отрабатывать пищу, поэтому вынужден будет брать в долг. Утратив мастерок, каменщик безутешно стенает. Но если падает человек, а его мастерок остается, работники втайне радуются. Следующий, кто уронит свой, может взять лишний и продолжить работу. Хилала ужаснулся, и уже было попытался подсчитать количество инструмента, взятого с собой рудокопами. А потом догадался. Это не может быть правдой. Почему бы не доставить наверх побольше мастерков? В сравнении с кирпичами, они весят не больше пера. Да и утрата каменщика обернется немалой задержкой. Разве что наверху есть лишние люди, знающие толк в кладке. Не быть таких сменных, работа бы остановилась, пока снизу не вскарабкается новый работник. Все тяглые расхохотались. А ведь его не проведешь, веселясь, сказал Лугата и повернулся к Хилале. Значит, вы начнете подъем сразу после праздника. Хилала отпил. Верно. Я слышал, к нам присоединятся рудокопы с западной земли. Но пока их не видел. Ты знаешь о них. Да, их родина, земля, которая зовется Египтом, но они не копают руду, как вы, они добывают камень. И мы в Эламе тоже добываем камень, возразил Нане, пережевывая кусок свинины, не такой, как вы. Они рубят гранит. Гранит. В Эламе добывали алебастр и известняк. Но не гранит, ты уверен. Купцы, побывавшие в Египте, рассказывают, что там стоят каменные зекураты и храмы, построенные из известняка и гранита. Из огромных гранитных глыб. А еще из гранита вырубают гигантские статуи. Но с гранитом работать тяжко. Лугата пожал плечами. Только не им. Царские зочия сочли, что такие камнеделы будут полезны, когда вы доберетесь до свода небес. Хилала кивнул. Верно, пожалуй. Кто знает наперед, что им понадобится. Ты их видел. Нет, они еще не подошли. Их ожидают только через несколько дней. Однако, если они не появятся до конца празднеств, то вы, эламцы, отправитесь наверх одни. Но ты будешь сопровождать нас. Да, первые четыре дня. Потом придется повернуть вспять. А вы, счастливцы, двинетесь дальше. Почему ты называешь нас счастливцами? Я мечтаю подняться на самый верх. Однажды я работал с артелью, которая ходит дальше моей, и взобрался на высоту двенадцатого дня, но выше бывать мне не доводилось. Вы же пойдете много дальше. Лугата уныло улыбнулся. Завидую вам, вы коснетесь свода небес. Коснуться свода небес. Взломать его кайлами. От этой мысли Хилале стало не по себе. Завидовать здесь нечему. Начал он, ага, кивнул Нане. Когда мы закончим, свода небес, коснутся все люди. Следующим утром Хилала пошел посмотреть на башню. Он оглядел обширный двор, который ее окружал. Сбоку стоял храм, который сам был немалых размеров, но казался карликом в тени гиганта. Хилал он утром чувствовал, какая это громадина. Послушать стариков, так башню возводили с таким запасом прочности, какого не имел ни один зикурат. На ее строительство шел только обожженный кирпич, тогда как для обычных привозили простой, из высушенной на солнце глины, а обожженный пускали лишь на облицовку. Кирпичи промазывали земляной смолой, которая пропитывала закаленную в огне глину и, отвердевая, скрепляла их крепче камня. Основание башни походило на нижние две ступени обычного зикурата. Посреди двора стояла гигантская квадратная платформа длиной в 200 локтей и высотой в 40. По стороне, обращенной к югу, поднимались три лестницы. На этой первой платформе сложили второй уровень, поменьше, подняться на него можно было только посрединной лестнице. Лишь наверху второй платформы начиналась сама башня. Она была шестидесяти локтей в основании и вздымалась квадратным столпом, который держал на себе груз небес. Снизу ее обвивала, будто кожаный ремень, рукоять, вырубленная в стене дорога. Но присмотревшись, Хилала увидел, что дорог две и что они перевиты. По внешней кромке каждой тянулась череда колонн, не толстых, скорее широких, для тени. Поднимая взгляд, он видел чередующиеся ленты. Дорога, кирпичная кладка, дорога, кирпичная кладка, дорога, кладка, пока глаз еще различал их. А башня все росла, скрываясь из виду, уходила ввысь. Хилала моргнул и прищурился, у него закружилась голова. Спотыкаясь и пятясь, он сделал несколько шагов и с дрожью отвернулся. Ему вспомнилась история, которую он слышал в детстве, и ее рассказывали сразу за преданием о потопе. В ней говорилось о том, как люди снова распространились до последних пределов мира, заселив земель больше, чем прежде. А после они поплыли к краю мира и увидели, как падает с этого края океан и исчезает в тумане, где сливается с черными водами бездна. Итак, люди поняли размеры своего мира и почувствовали, сколь он мал, и пожелали узнать, что лежит за его пределами. Узреть все они подняли глаза к небесам и спросили себя, не там ли, над кладезями, хранящими небесные творения Яхве. Тогда. В ады стоит чертог Яхве. Так много столетий назад началось строительство башни, столпа в небеса, лестницы, по которой люди способны подняться, чтобы увидеть дело рук Яхве. А Яхве может спуститься, чтобы увидеть дело рук сынов человеческих. История будоражила Хилалу. Это была легенда о тысячах людей, трудящихся беспрестанно, но радостно, ибо они работали ради познания Яхве. Он обрадовался, когда Велом пришли за рудокопами вавилоняне. А теперь, когда он стоял у подножия башни, его чувства бунтовали, настаивая, что никому не положено возноситься в поднебесье. Он следил глазами за убегающими ввысь лентами, и чудилось, что они утягивают его за собой. Но стоит ли карабкаться? На утро подъема вторая терраса была от края до края запружена рядами крепких тачек о двух колесах. Многие доверху были нагружены всевозможной едой. Мешками с ячменем и пшеницей, чечевицей и луковицами, финиками, огурцами, хлебами и вяленой рыбой. Не было числа громадным глиняным кувшинам с водой, пальмовым вином и маслом и козьим молоком. Другие тачки щетинились товарами, какие продают на базаре, бронзовыми сосудами, тростниковыми корзинами, штуками льна, деревянными табуретами и столами. Были тут откормленные бык и козел, которым жрецы прилаживали на головы колпаки, чтобы животные не могли смотреть по сторонам и не боялись подъема. Их принесут в жертву, когда они достигнут вершины. Еще здесь были тачки, куда сложили кайлы и молоты рудокопов, а также все необходимое для небольшой кузни. Старшина рудокопов приказал нагрузить несколько тачек деревом и снопами тростника. Лугата стоял рядом с тачкой и затягивал веревки, скрепляющие вязанки дров. Хилала подошел к нему. Откуда взялось это дерево? С тех пор, как мы ушли из Элама, я лесов не встречал. К северу есть целый лес, который посадили в год закладки башни. Стволы сплавляют к нам по Ефрату. Вы посадили столько деревьев. Начиная строительство, зодчие знали, что древесина на растопку печей для обжига потребуется много больше, чем можно найти на равнине, поэтому приказали насадить лес. Есть артели, чья работа поливать его и взамен каждого срубленного дерева сажать новое. Хилала был изумлен. И это полностью покрывает потребность в древесине. Большую часть. На севере вырубили много лесов и сплавили по реке. Он осмотрел колеса тачки, откупорил висевшую у него на поясе кожаную флягу и плеснул немного. Масло на ступицу. Поглядывая искоса на раскинувшиеся перед ними улицы Вавилона, подошел Нане. Никогда прежде я не бывал так высоко, чтобы увидеть внизу город. И я тоже, сказал Хилала, но Лугата только рассмеялся. Пойдем, наши тачки готовы. Вскоре всех работников расставили попарно и подвели к тачкам. Мужчины стали между двух тягловых жердей, которым крепились кожаные петли. Рудокопом назначили идти вместе с опытными тягловыми, чтобы новички держали шаг и не замедляли ход всего каравана. Лугата и еще один тягловый оказались позади Хилалы и Нане. Помните, сказала Лугата, держаться нужно в десяти локтях, а тачки впереди вас. Когда поворачиваем, всегда тянет тот, кто справа. Меняться будете каждый час. Тягловые начали заводить свои тачки на подъем. Хилалы и Нане пригнулись, и каждый забросил на плечо по петле. Потом они разом выпрямились, оторвав от земли передок тачки. Тяните. Скомандовал Лугата. Они налегли на ремни, и тачка покатилась. Стоило сдвинуться с места, как тянуть стало совсем легко, и они зашагали едва не насвистывая. Вот процессия достигла поворота, и снова пришлось приналечь. И это здесь. Называют легкой тачкой. Пробормотал Хилала. Дорогу вверх сделали такой ширины, чтобы идущий вниз мог протиснуться рядом с тачкой. За столетие колеса проделали две борозды в кирпичном основании. Потолок над головой выгибался уступчатым сводом. Массивные квадратные плиты наползали друг на друга, пока не сходились в середине. Из-за широких колонн справа проход напоминал туннель. Если не смотреть по сторонам, то и не скажешь, что находишься в башне. Вы поете, когда рубите проход? Спросил Лугата, если камень мягкий, ответил Наня. Тогда спойте что-нибудь. Просьбу передали остальным рудокопам, и вскоре пела вся артель. Тени укорачивались, а люди взбирались все выше и выше. В укрытом от солнца проходе, на свежем воздухе, было много прохладнее, чем на узких городских улочках внизу, где полуденный зной мог убить ящерицу. Решись она перебежать из тени в тень. Повернув голову вправо, рудокопы могли видеть и фрат, и тянущиеся на многие лиги поля, пересеченные поблескивающими в лучах солнцеканалами. Вавилон представал узором из извилистых улиц и скученных построек, ослепительных от побелки. По мере подъема их оставалось все меньше и меньше в поле зрения, город словно прижимался к подножию. Башни. Снова был черед Хилалы тянуть правую петлю, и он шел почти у колонн, когда услышал крик, раздавшийся уровнем ниже. Он уже собирался остановиться и поглядеть через край, но ему не хотелось сбиваться с шага, к тому же нижнего яруса было не разглядеть. «Что там происходит?» — крикнул он через плечо Лугатя. «Один из ваших рудокопов боится высоты. Такое иногда случается с новичками. Иной раз человек бросается на пол, отказываясь идти дальше. Однако мало кто пугается так рано. Хилала его понял. И мы знаем сходный страх. Есть люди, которым невыносимо войти в шахту. Их гнетет мысль о том, что они будут похоронены заживо. Правда?» — спросил Лугата. Я о таком не слышал. «А что ты думаешь о высоте?» «Ничего». Но он поглядел на Нани. Они оба знали правду. «Ты чувствуешь покалывание в ладонях. Верно». Прошептал Нани. Хилала потер руки, а грубые волокна веревки и кивнул. Я тоже это почувствовал. Раньше, когда был ближе к краю. «Может, и на нас следует надеть колпаки, как на козла и быка», — пошутил Хилала. «Думаешь, мы тоже задрожим, когда взберемся выше?» Хилала задумался. То, что один из их числа подался страху так рано, — дурной знак. Он отмел эту мысль. Тысячи взбирались без опаски. И глуп тот, кто позволит ужасу одного рудокопа всех. Просто нам высота в диковину. У нас впереди месяцы, чтобы к ней привыкнуть. Когда достигнем вершины, пожалеем, что башня столь невысока. «Нет», — сказал Наня. «Сомневаюсь, что мне захочется снова вот так тянуть лямку». Они оба рассмеялись. Вечером они поужинали ячменной похлебкой, чечевицей и луком. А затем легли спать в узких коридорах, уходящих вглубь башни. На утро рудокопы едва смогли встать, так болели ноги. Тягловые посмеялись и дали новобранцам мазь, чтобы те втерли ее в натруженные мускулы. Еще они распределили их поклажу по другим тачкам, дабы облегчить ношу новичкам. На второй день, от одного взгляда вниз, у Хилалы тряслись колени. На этой высоте дули сильные ветры, и он решил, что выше они станут воистину яростными. Он спрашивал себя, сдували ли они когда-нибудь неосторожных людишек, случайно приблизившихся к краю. «Падение будет долгим, хватит времени прочесть молитву, прежде чем ударишься озим». Хилала поежился. Второй день для рудокопов походил на первый, только стоптанные ноги болели сильнее. Теперь путники могли видеть много дальше, и открывающийся взору простор поражал. Стали видны лежащие за полями пустыни, караваны выглядели вереницами насекомых. Но не. Один рудокоп не испытывал больше панических приступов, и их восхождение ничто не нарушало. На третий день ноги у рудокопов болели по-прежнему, и Хилала чувствовал себя немощным старцем. Однако на четвертый день осталась лишь ломота, и тачки рудокопов нагрузили как прежде. Подъем продолжался до вечера, когда они встретились со второй артелью Тягловых, быстро спускавшихся налегке по соседней полосе. Обе дороги переплетались, не касаясь друг друга, но соединялись коридорами внутри самой башни. Поравнявшись, Тягловые перешли с одной стези на другую. Рудокопов познакомили с Тягловыми второй артели. Они беседовали друг с другом и ужинали вместе в тот вечер. На следующее утро первая артель подготовила порожняк к возвращению в Вавилон, и Лугата простился с Хилалой и Наней. «Берегите свою тачку». Она поднималась до верха башни чаще, чем кто-либо из людей. «Ты и тачке завидуешь!» Усмехнулся Наней. «Нет, ведь всякий раз, когда она достигает вершины, ей приходится спускаться вниз. Я бы такого не вынес». Когда в конце того дня вторая артель остановилась, Тягловый, ставший позади Хилала и Наней, подошел кое-что показать им. Звали. «Его Куда. Вы никогда не видели с такой высоты, как садится солнце. Пойдем». Тягловый придвинулся к краю и сел, свесив ноги в пустоту. Но Хилала и Наней мешкали. «Не бойтесь. Если хотите, можете лечь и заглянуть за кромку». Хилала не хотел выглядеть пугливым детятей. Однако не мог заставить себя сесть на краю обрыва, который, словно скала, уходил вниз на тысячи локтей. Он лег на живот, только его голова выступала за край. Наней лег рядом. Когда солнце начнет садиться, смотрите на стену башни. Хилала опустил было взгляд и тут же поспешил перевести его к горизонту. И чем же отличается здешний закат? Сам подумай. Когда солнце заходит за вершины западных гор, в долине Синаарской становится темно. Но здесь мы выше горных хребтов, поэтому еще можем наблюдать солнце. Оно должно опуститься много ниже, чтобы и для нас настала ночь. Рот у Хилала открылся, когда он понял. Тени от гор возвещают начало ночи. Ночь приходит на землю раньше, чем сюда. Куда кивнул. Ты можешь видеть, как ночь карабкается вверх по башне, от земли к небу. Взбирается она быстро, но глаз способен за нею следить. С минуты он наблюдал за красным шаром солнца. Потом глянул вниз и показал пальцем. Глядите. У подножия колоссального столпа крохотный Вавилон. Скрылся во мраке. Потом тьма поползла по башне, точно полок разворачивался вверх. Двигалась она вроде бы медленно, и Хилала решил, что сможет рассчитать ее поступь. Но приближаясь, она набирала скорость, пока не пронеслась мимо них за долю мгновения. И вот все кругом окутали сумерки. Перекатившись на спину, Хилала поглядел вверх и еще успел увидеть, как тьма стремительно поднимается к вершине башни. Когда солнце ушло за край мира, небеса потускнели. Чудесное зрелище, правда. Спросил Куда. Хилала не сказал ничего. Впервые он познал суть ночи. Она – тень земли, отброшенная на небо. Через два дня Хилала немного свыкся с высотой. Хотя они поднялись на добрую лигу, он уже мог спокойно стоять у края и смотреть на стену вниз. Держась за колонну, он осторожно наклонился, чтобы глянуть наверх. Там башня уже не походила на гладкий столб. Она как будто расширяется кверху, сказал он Кудя. Разве такое возможно? Присмотрись внимательней. От стен башни отходят деревянные террасы. Они построены из кипарисовых стволов и подвешены на пеньковых канатах. Хилала прищурился. Террасы. Для чего они? На них насыпана земля, чтобы люди могли выращивать овощи. На такой высоте воды мало, поэтому обычно сеют лук. Вот. Поднимемся выше, где иногда перепадают дожди, тогда увидишь бобы. Куда же исчезает дождь? Куда удивился вопросу? Высыхает в воздухе, конечно. О, разумеется, пожал плечами Нане. К концу следующего дня они достигли висячих огородов. Это были плоские, густо засаженные луком платформы, подвешенные на толстых канатах, которые крепились к стене сразу под следующим ярусом террас. На каждом ярусе в теле башня имелось по несколько узких комнат, где жили семьи Тягловых. Проходя, рудокопы видели женщин, которые, сидя на пороге, шили туники или трудились в огородах, выкапывая клубни. Дети играли в салочки среди тачек и без страха пробегали по самому краю. Обитатели башни приветливо улыбались рудокопам и махали им руками. Когда пришло время вечерней трапезы, тачки поставили на землю и сняли с них съестное и другие товары, чтобы раздать здешним людям. Тягловые приветствовали свои семьи и пригласили рудокопов разделить с ними ужин. Хилала и Нане ели с семьей Куды, которая приготовила вкусную трапезу, вяленую рыбу, хлеб, фрукты и пальмовое вино. Хилала понял, что в этой части башни вырос своеобразный городок, разбитый между двух улиц, дороги вниз и дороги вверх. Здесь был храм, где по праздникам совершали. Жертвоприношение. Здесь жили городские старшины, улаживающие споры. Здесь стояли лавки, товары для них привез их караван. Разумеется, город был неотделим от каравана, один не мог прожить без другого. И все же суть каравана, в преодолении пути, который начинается в одном месте и завершается в другом. И городок тоже построили как временное пристанище, он был лишь частью многовекового пути. После трапезы Хилала спросил у Куды и его семьи. Кто-нибудь из вас бывал в Вавилоне? Ответила жена Куды Алита. Нет. К чему это нам? Путь не близкий, а у нас есть все, что нужно. Вы не хотите ступить на землю. Куда пожал плечами. Мы живем на дороге в небеса. И трудимся для того, чтобы проложить ее дальше. Когда мы покинем башню, то пойдем вверх, а не вниз. Рудокопы все поднимались. И однажды настал день, когда, заглянув за край, они увидели, что башня и вверх, и вниз, выглядит одинаково. Ее стена терялась из виду задолго до того, как достигала долина внизу. Но и вершины отсюда было не видно. Куда ни глянь, одна только стена. И смотреть в обе стороны было страшно, ибо душа не утешалась последовательностью. Они перестали быть частью земли, но и частью неба не стали тоже. Башня казалась подвешенной в воздухе нитью, не привязанной ни к земле. Ни к своду. В тяжкие дневные переходы Хилала иногда отчаивался, чувствуя, что потерял свое место в мире. Как будто земля отвергла его за неверие, а небо не удостоило впустить к себе. Он возжелал, чтобы Яхве подался нам человеческим знак, что их затея во благо. Как иначе они могут оставаться вместе, где столь неприютно душе. Но обитатели башни и здесь были довольны своим положением. Рудокопов они всегда приветствовали тепло и желали им удачи в трудах у свода. Эти люди жили в сыром тумане густых облаков. Грозы видели и снизу, и сверху, из воздуха, собирали свой урожай и никогда не страшились, что здесь им не место. Никто не ждал ни утешения, ни поощрения свыше. Шли недели, солнце и луна, ежедневно стремясь к зениту, всходили все ниже и ниже. Луна заливала южную часть башни серебряным сиянием, светилась, точно вперившийся в них глаз Яхве. Еще через несколько дней караван поравнялся с луной, достиг уровня первого из небесных тел. Прищурив глаза на выщербленный лик, они любовались его величественным движением. Потом они приблизились к солнцу. Был летний сезон, когда огненный шар над Вавилоном стоял почти прямо над головой, а значит, на этой высоте проходил близко к башне. Ни одна семья не жила в этой части, не было тут и террас, ибо. Жар обжигал так, что высыхали и рассыпались в пыль ячменные зерна. Здесь кирпичи скрепляли неземляной смолой, которая размягчилась бы и потекла, а запекавшейся от жара глиной. Защищая от дневного зноя, колонны здесь стали совсем широкими, превратились почти в единую стену. И дорога проходила в туннеле с узкими щелями, впускающими свистящий ветер и лезвие золотого света. Прежде артели Тягловых сменялись через равные промежутки времени, но теперь пришла иная пора. Каждое утро караван выступал в путь все раньше и раньше, чтобы как можно дальше успеть пройти в темноте. Когда они поднялись вровень с солнцем, то шли только ночью. Днем они пытались поспать, голые и потеющие под раскаленным ветром. Рудокопы беспокоились, можно ли им заснуть, не зажарятся ли они насмерть до пробуждения. Но Тягловые много раз проделывали этот путь и пока не потеряли ни одного человека. Со временем караван миновал уровень солнца, и тогда все стало так, как было под ним. Только теперь солнечные лучи бились снизу вверх, что казалось совсем уж противным естеству. В террасах зияли щели, чтобы дневной свет омывал растения, которые росли вбок и вниз, изгибались и тянулись к животворным лучам. Затем караван подошел к уровню звезд, маленьких огненных сфер. Разбросанных, насколько хватало глаз. Хилала думал, они должны висеть теснее друг к другу. Но хотя здесь светили крохотные, невидимые с земли звездочки, сферы все же были рассыпаны слишком уж скудно. И располагались они не на одной высоте, а занимали просторы на следующие несколько лик вверх. Трудно сказать, насколько высоко они находились, так как ничто не указывало на размер звезд. Но иногда какая-нибудь приближалась, и тогда можно было убедиться в стремительности их движения. Хилала догадался, что все тела в небе мчатся с одной скоростью, чтобы за день успеть совершить путешествие от одного края мира к другому. Днем небо было гораздо светлее, чем казалось земли, знак того, что путники приближаются к своду. Рассматривая небеса, Хилала с удивлением заметил, здесь звезды видны и днем. С земли они терялись за яростным сиянием солнца, но на такой высоте просматривались совсем ясно. Однажды к нему прибежал Наня. В башню ударила звезда. Что? Объятый страхом, Хилала оглянулся по сторонам, чувствуя себя так, словно под дых двинули его самого. Нет, не сейчас. Это было давно, больше ста лет назад. Один из местных стариков как раз об этом рассказывает. Отец его отца видел все своими глазами. Они вошли в комнатку за коридором, несколько рудокопов сидели вокруг сморщенного старика. Засела вкладку в полулиге кверху отсюда. Выбойну до сих пор видно, она словно исполинская оспина. А что стало со звездой? Она горела и шипела, и была такая яркая, что болели глаза. Люди подумали, не извлечь ли ее, чтобы она могла продолжить свой ход, но из-за жара к ней нельзя было подступиться, и они не посмели ее погасить. Прошли недели, и она сама остыла, превратилась в шишковатый слиток черного небесного металла. Так велик был ком, что его едва можно было обхватить руками. Так велик. Изумленно переспросил Нане. Когда звезды по собственной воле падали на землю, люди находили иногда небольшие слитки небесного металла, который казался крепче самой лучшей бронзы. Этот металл нельзя было расплавить для отливки, поэтому его обрабатывали кувалдой, раскалив прежде до красна, из него изготавливали амулеты. И верно, неслыханно, чтобы такой слиток нашли на земле. Представляешь себе, какие можно было бы отковать из него инструменты. Вы ведь не попытались пустить его на инструменты, правда? В ужасе спросил Хилала. О, нет. Люди боялись к нему прикоснуться. Все спустились с башни и ждали возмездия Яхве за то, что... Нарушили ход его творения. Они ждали многие месяцы, но не дождались знака. Наконец они вернулись и извлекли из кладки звезду. Сейчас она в каком-то городском храме внизу. Повисла тишина. Потом один рудокоп сказал. Ни в одном из рассказов о башне я такого не слышал. Это проступок. А подобно мне говорят. Они поднимались и поднимались. И небеса становились все более блеклыми. И проснувшись однажды утром, и став у края, Хилала вскрикнул от неожиданности. То, что доселе казалось бледным небом, сейчас предстало бескрайним белым потолком. Они подошли так близко, что узрели небесный свод, увидели его, как плотный массивный панцирь, сковавший простор. Все рудокопы, когда говорили, понижали голос и, как полоумные, пялились вверх, а обитатели башни над ними смеялись. Снова двинувшись в путь, они были поражены, насколько же близко подобрались к своей цели. Гладкий, невыразительный свод обманул их, представляясь прежде невидимым, пока не оказался вдруг прямо у них над головами. Теперь люди ползли не в небо, а к бесцветной равнине, протянувшейся во все стороны, насколько хватало глаз. При виде ее все чувства Хилалы пришли в смятение. Временами, поднимая глаза на свод, он ощущал, что мир каким-то образом перевернулся, и если. Оступишься, упадешь вверх, навстречу небу. Опокоящийся над головой рудокопа, свод, словно бы лег на него, придавил своим грузом. Небо было той же твердью, что и земля, но не имело опоры. И Хилал опознал страх, какого никогда не испытывал в шахтах. Страх перед тем, что на него упадет потолок. Еще. Бывало, свод казался вертикальным обрывом невообразимо высокой скалы, которая вставала перед ним, а оставшаяся позади полузабытая земля представлялась вторым таким же. Башня виделась канатом, туго натянутым между ними. Посещали мысли еще более страшные, нет ни верха, ни низа, и само тело Хилалы готово потеряться, утратив ориентиры. Это было сродни боязни высоты, только гораздо хуже. Часто он просыпался от беспокойного сна, весь в поту и с онемевшими пальцами, которыми цеплялся за кирпичный пол. Нани и другие рудокопы тоже смотрели перед собой затуманенным взором. Хотя никто не заговаривал о том, что тревожит их сны, подъем не ускорился, а, напротив, замедлился. Как заметил старшина Бели, вид свода внушает страх, а не жажда приблизится. Тягловые стали негодовать и сердиться на рудокопов. Хилала задумывался, что за люди вырастают из тех, кто. Всю жизнь провел на башне. Как они сопротивляются безумию. Привыкают к таким условиям. И не зайдутся ли плачем, рожденные под твердым небом дети, почувствовав под ногами землю. Возможно, сыны человеческие не созданы для того, чтобы жить в вышине. Если их собственное естество мешает им подойти к небесам слишком близко, значит, людям следует оставаться на земле. Когда караван достиг вершины, рудокопы перестали чувствовать себя потерянными, или, может быть, просто утратили остроту восприятия. С квадратной площадки на вершине они увидели самую поразительную картину, какая только открывалась человеческому взору. За пеленой колышущегося тумана, далеко внизу, раскинулся, насколько хватало глаз, ковер суши и морей. Прямо над ними, крыша самого мира, последняя твердь, ручательство того. Что выше этой смотровой площадки, ничего уже нет. Перед ними лежит все творение, какое только возможно узреть. Жрецы вознесли молитвы Яхве. Они благодарили его за возможность увидеть столь многое и молили простить, что жаждут увидеть еще больше. И на вершине клали кирпичи. Густая, едкая вонь вара поднималась от нагреваемых котлов, в которых плавились куски земляной смолы. Это был самый земной запах, какой ощутили рудокопы за четыре месяца. Их ноздри жадно ловили его, пока не переменился ветер. Здесь, на вершине, жижа, некогда сочившаяся из щелей в земле, теперь затвердевала, чтобы скрепить камни. Земля отращивала руку в небо. На последней площадке трудились каменщики, перемазанные смолой мужчины, которые смешивали раствор и ловко клали тяжелые кирпичи. Эти мужи не могли позволить себе испытать головокружение, когда глядели на свод. Ведь башня, и на пять, не должна отступать от вертикали. Каменщики, наконец, приблизились к завершению своих трудов. И после четырех месяцев пути, рудокопы были готовы начать свои. Вскоре вслед за ними пришли египтяне. Имели они кожу темную, тела худощавые и бороды редкие. Они притащили тачки, заполненные долеритовыми молотками, бронзовыми инструментами и деревянными клиниями. Их глава звался Санмут, и он стал совещаться с Бели, старшим над эламитами, как им проникнуть в свод. Из привезенного с собой скарба, египтяне, как эламиты, воздвигли к кузню, чтобы заново отливать бронзовые орудия из тех, которые затупятся в забое. Став на цыпочке, любой мог бы коснуться свода кончиками пальцев вытянутой руки. Если подпрыгнуть и приложить к нему ладонь, на ощупь свод окажется гладким и прохладным. Он был как будто из мелкозернистого белого гранита, не имевшего ни единой отметины. И в этом заключалась трудность. Некогда Яхве обрушил потоп, выпустив на волю воды верха и низа. Воды Бездны вырвались из источников земных, а воды Небесные излились через шлюзовые ворота кладезей. А теперь, увидев свод вблизи, люди не могли отыскать в нем ворот. Они всматривались в белую поверхность, но ни одного отверстия, ни одного окна, ни одного шва не нарушало гранитной глади. Казалось, их башня поднялась к своду в том месте, откуда было далеко до Небесных Хранилищ, что являлось истинным благом. А кажись поблизости шлюзовые ворота, была бы опасность вскрыть их и опустошить хранилище. И тогда на Сеннаар падет дождь, не ко времени года, и сильнее, чем зимние ливня, и из-за него вздуется Ифрат. Когда опустошится хранилище, остановится и дождь. Но, возможно, Яхве захочет наказать людей. И дождь будет лить, пока не упадет башня, и Вавилон не растворится в глине и Иле. Хотя ворота скрывались от взоров людских, опасность все равно оставалась. Что если у ворот нет стыков, видимых человеческому глазу, и хранилище располагается прямо над их головами? А вдруг оно настолько огромно, что даже если ворота находятся в нескольких лигах, хранилище все равно нависает прямо над ними? Шли бесконечные споры о том, что предпринять теперь. Яхве не смоет башню, уверенно заявил кирпичник по имени Квурдуза. Окажись башней святотатственной, Яхве давно бы ее разрушил. А ведь за все столетия, что люди ее строят, мы не видели ни малейшего признака его недовольства. Если бы Яхве благоволил нашей затеи, нас уже ждала бы лестница внутри свода, возразил Эламид по имени Эллоти. Яхве не станет ни помогать нам, ни препятствовать. Если мы проломим стену хранилища, на нас хлынет вода. В такую минуту Хилала не мог скрывать свои сомнения. А что если воды бесконечны? Спросил он. Яхве, вероятно, нас не накажет, но может позволить нам самим навлечь на себя беду. Эламид, сказал ему Квурдуза, пусть ты и новичок на башне, но уж. Наверное, повидал достаточно. Мы трудимся из любви к Яхве и поступали так всю нашу жизнь, как наши отцы и отцы наших отцов, и их отцы до них. Таких праведников, как мы, не может ждать суровая кара. Пусть наши намерения чисты, но это еще не значит, что мы воплощали их мудро. Верную ли дорогу избрали сыны человеческие, решив провести свою жизнь вдали от глины, из которой были созданы? Ни разу Яхве не подал знак, что люди сделали правильный выбор. Сейчас мы готовимся взломать небеса, хотя и знаем, что над нами вода. Если мы заблуждаемся, то на чем основана уверенность, будто Яхве защитит нас от наших собственных ошибок? Хилала призывает к осторожности, и я на его стороне, заявил Беле. Мы должны убедиться, что не навлечем на мир второго потопа, или хотя бы опасных дождей на долину Синаарскую. Я говорил с Санмутом-Египтянином, и он показал мне, как они запечатывали гробницы своих царей. Думаю, когда мы начнем копать, их опыт поможет нам. Жрецы принесли в жертву быка и козла на церемонии, где были произнесены многие священные слова и много воскурено благовоний, после чего рудокопы взялись за работу задолго до того, как рудокопы достигли свода, стало очевидно. Простой забой Кайлами и молотами пользы не принесет. Даже если бы они прорубали горизонтальный туннель, то твердый гранит не позволил бы им продвигаться больше, чем на два пальца. Работа же в вертикальном туннеле будет идти намного, намного медленнее. Поэтому они прибегли к огню. Они разложили большой костер под сводом и полный день без устали подкладывали в него поленье. От жара камень пошел трещинами и начал крошиться. Дав костру догореть, рудокопы полили свод водой, чтобы он растрескался еще больше. Расширив трещины Кайлами, они смогли теперь откалывать крупные куски, которые тяжело падали на вершину башни. Так они могли продвигаться на добрый локоть в каждый из дней, когда горел костер. И все же туннель не поднимался прямо, а шел как лестница, под углом, чтобы потом можно было соединить его с башней ступенями. Выжигание выглаживало пол и стены. Рудокопы вбили клинья, и на них основали доски-ступеньки, не позволяющие соскальзывать вниз. Еще они сложили помост из обожженных кирпичей, чтобы на нем разводить костер в конце туннеля. Когда туннель углубился на десять локтей, они выровняли его и расширили, получилась комната. Потом рудокопы вынули весь ослабленный огнем камень, и тогда их место заняли египтяне. Камнеделы не прибегали к огню, работая. Только долеритовыми ядрами и молотками он начали строить скользящую дверь из гранита. Сперва они продолбили канавки, чтобы вырубить в одной из стен огромный гранитный блок. Хилала и другие рудокопы пытались помочь, но увидели, что это очень трудно. Здесь камень не истирали дроблением, а скалывали мерными ударами молотка одной и той же силы. Ударь сильнее или слабее, и все труды пройдут впустую. Прошло несколько недель, и блок был готов. В высоту он превосходил мужчину. Чтобы отделить его от пола, у основания камня выдолбили бороздки, а затем забили в них высушенные на ветру деревянные клинья. В эти клинья вбили другие, потоньше, чтобы первые расщепились, потом в трещины налили воды, давая набухнуть древесине. Через несколько часов камень понизу треснул, и блок высвободился. В задней части комнаты по правую руку рудокопы выжгли узкий, поднимающийся вверх под углом коридор. А в полу перед входом продолбили паз, на локоть утопленный вниз. Получился единый гладкий скат, проходивший через пол прямо напротив входа и заканчивавшийся чуть левее его. На этот скат египтяне затащили гранитный блок. Они затянули и затолкали его в боковой проход, куда он едва-едва поместился, и укрепили на месте стенкой из плоских иловых кирпичей, которые оперли они с левой стены, словно на скат легла колонна. Скользящий камень должен задержать воду, и потому рудокопы могли спокойно продолжать рыть. Если люди проломят стену хранилища, и небесные воды хлынут в туннель, то работники сломают кирпичи, и камень поползет вниз, пока не остановится в углублении в полу, намертво заблокировав вход. Если воды польются с такой силой, что вымоют из туннеля людей, иловые кирпичи понемногу растворятся, и камень все равно соскользнет вниз. Он удержит поток, и рудокопы смогут начать новый туннель в другом направлении, чтобы обогнуть хранилище. Рудокопы опять развели костер, на сей раз в дальнем углу комнаты. Для циркуляции воздуха на высоких деревянных рамах натянули бычьи шкуры, а рамы поставили наискосок по обе стороны от входа в туннель. Так ветер, непрестанно дующий под сводом небес, загоняли в туннель. Он не давал погаснуть костру и очищал воздух после того, как огонь гасили, чтобы эламиты могли работать, не задыхаясь от дыма. Египтяне, поставив на место скользящий камень, тоже не сидели праздно. Пока рудокопы махали кайлами в конце туннеля, они вырубали в камне лестницу на смену деревянной времянке. И это они тоже делали с помощью деревянных клиньев, а на месте. Вынимаемых из покатого пола блоков оставались ступени. Так работали рудокопы, прокладывая туннель все дальше и дальше. А он все поднимался, и хотя через равные промежутки, точно нить в шве, менял направление, но его общий ход оставался неизменным. Были построены и другие комнаты со скользящими дверями, чтобы, если вдруг проломится стена хранилища, затопила только самый верхний участок туннеля. Египтяне долбили бороздки в поверхности свода, а в них подвешивали навесные дорожки и площадки. От этих платформ на расстоянии многих локтей от башни вырыли боковые туннели, сходившиеся в недрах свода к главному. В эти отводные туннели тоже гнали ветер, чтобы он выводил дым. Работы шли годами. Артели тягловых доставляли уже не кирпичи, а воду и дерево для костров. В туннелях у поверхности свода поселились люди, и на висячих платформах насадили изгибающиеся к низу овощи. Рудокопы жили у предела небес. Кто-то нашел себе жену и вырастил детей. Немногие с тех пор ступили на землю. Обернув влажной тряпкой лицо, Хилала спустился по деревянным ступеням на камень. Он только что подложил поленьев в костер в конце туннеля. Огонь будет гореть еще много часов, а он пока станет ждать на нижнем ярусе, где воздух несколько свежее. Тут раздался. Отдаленный грохот обвала, звук, с которым раскалывается каменная гора, а за ним мерный и все нарастающий рев. И тут из туннеля хлынул поток воды. На мгновение Хилала застыл от ужаса. Вода, страшно холодная вода, ударила его по ногам, повалила на пол. Он поднялся, он ловил воздух ртом, он силился удержаться против течения, цепляясь за ступени. Рудокопы наткнулись на хранилище. Ему надо спуститься под самую верхнюю скользящую дверь до того, как она закроется. Его ноги хотели прыгать по ступеням, но он понимал, что, подайся по рыбу, не удержится на ногах, и его унесет вниз гневный поток. Двигаясь так быстро, как только смел, Хилала стал переползать со ступени на ступень. Несколько раз он оступался, соскальзывал на десяток ступеней. Камень царапал ему спину, но он не чувствовал боли. И все это время он с ужасом ждал, что туннель вот-вот обвалится и раздавит его, или же расколется все хранилище, и у Хилалы под ногами разверзнется небо, и с небесным дождем он полетит на землю. Настал час кары Яхве, время второго потопа. Когда же он достигнет скользящего камня? Туннель все тянулся и тянулся, и вода лилась даже как будто быстрее. Хилала почти бежал по. Ступенем. Вдруг он уступился, и с плеском упал в неглубокую заводь. Он добрался до конца лестницы, и упал в нескольких шагах, перед скользящим камнем, и вода здесь была ему выше колен. Встав, он увидел Домквию и Ахуни. Заметили его и рудокопы. Они стояли перед камнем, который уже закрыл выход. Нет. Вырвалось у него. Они его закрыли. Закричал Домквия, они не стали ждать. Еще кто-нибудь придет, без особой надежды крикнул Ахуни. Тогда мы сумеем сдвинуть блок. Других нет, ответил Хилала. Они могут оттолкнуть его со своей стороны. Они нас не слышат. Ахуни несколько раз ударил в гранитную стену Кайлой, но звук потерялся за грохотом воды. Хилала оглядел крохотную комнату, и только тогда заметил плававшее лицом вниз тело египтянина. Он умер, упав с лестницы, проорал Домквия. Ахуни закатил глаза. Пощади нас, Яхве. Трое стояли в пребывающей воде и жарко молились. Но Хилала знал, что это напрасно. Его час настал. Яхве не просил сынов человеческих строить башню или проникать в свод. Решение воздвигнуть ее принадлежало им одним. И они умрут в этих стараниях, как погибал каждый в своем земном труде. Благочестие не спасет людей от последствий их деяний. Вода поднялась им до середины. Груди, давай подниматься! Крикнул Хилала. Они ползли по туннелю мучительно, наперекор течению, а вода поднималась за ними по пятам. Немногие факелы, освещавшие путь, погасли, поэтому люди карабкались в темноте, бормоча молитвы, которых сами не слышали. Деревянные планки ступени наверху туннеля сорвались с мест и перегородили туннель. Несчастные с трудом перебрались через них и ползли, пока не достигли гладкого каменного склона. Остановились и стали ждать, когда вода понесет их выше. Рудокопы ждали молча, их молитвы иссякли. Хилала воображал, что стоит в черной глотке Яхве. Всесильный большими глотками пьет небесную воду и готов проглотить грешников. Вода поднялась и понесла их за собой. И вскоре Хилала уже мог, вытянув руку, коснуться потолка. Колоссальная расщелина, из которой хлистала вода, пролегла совсем рядом. Остался лишь крохотный пузырь воздуха. Хилала закричал, когда эта комнатка наполнится, мы сможем выплыть на небо. Он не знал, услышали ли его. Наконец вода достигла потолка, он в последний раз набрал в легкие воздух и поплыл в расщелину. Он умрет намного ближе к небу, чем кто-либо до него. Расщелина тянулась. Намного локтей. Как только Хилала миновал ее, край разлома ускользнул из-под его пальцев. И теперь, даже дергая конечностями, он касался лишь пустоты. Ему было показалось, что его уносят течением, но потом он усомнился и в этом. Его окружала одна только тьма, и он снова испытал ужасающее головокружение, какое познал, когда впервые приблизился к своду. Он не мог различить сторон света, не знал даже, где верх, а где низ. Он барахтался в воде, но не понимал, сдвигается ли с места. Теперь он бессилен. Возможно, он дрейфует в стоячей воде, возможно, его несет бурный поток. Он ощущал лишь холод, от которого цепенело все тело. Он ни разу не увидел и луча света. Неужто в этом хранилище вообще нет поверхности, которой он мог бы всплыть? Тут его снова ударило о камень. Пальцами он коснулся другой расщелины. Неужели он вернулся туда, откуда начал? Течение потянуло его внутрь, и у него не было сил противиться. Его засосало в туннель, где то и дело било о стены. Туннель был невероятно глубок, как самая длинная шахта. Хилале казалось, его легкие вот-вот разорвутся, но проход все не кончался. Наконец он больше не смог задерживать дыхание, и воздух вырвался меж его. Губ, он тонул, чернота вошла в его легкие. Но внезапно стены раздвинулись. Его нес стремительный поток, он почувствовал воздух над водой. А потом уже ничего больше не чувствовал. Хилала очнулся. Лицом он прижимался к влажному камню. Он не видел ничего, но ощущал под ладонями воду. Хилала перекатился и застонал, члены его болели, он был наг, и почти вся его кожа представляла собой единую ссадину, а местами сморщилась от влаги, но он вдыхал воздух. Прошло немного времени, и наконец он смог встать. Вокруг его коленей бурлила вода. Он сделал шаг в сторону, вода стала глубже. По другую руку был сухой камень, на ощупь глинистый сланец. Кругом было черно, как в забое без факела. Расцарапанными руками он нащупывал себе дорогу по дну, пока оно не поднялось и не стало стеной. Медленно, будто слепая тварь, он ползал взад-вперед. Он нашел источник воды, это было большое отверстие в полу, он вспомнил. Его извергло из хранилища через дыру. Он ползал и ползал, казалось, прошли часы, если он находился в пещере, то в огромной. Он нашел место, где пол поднимался пока-то вверх. Может быть, там проход? Может быть, новый туннель все-таки приведет его на небеса. Хилала полз, не зная хода времени, безразличный к тому, что не сможет. Повернуть вспять, поскольку не мог вернуться туда, откуда пришел. Он следовал туннелями вверх, когда натыкался на них, туннелями вниз, когда не оставалось иного выхода. Хотя прежде он наглотался воды больше, чем считал возможным, его начала мучить жажда. И со временем он увидел свет и поспешил к нему. Свет заставил его зажмурить глаза, и человек пал на колени, зажав кулаками глазницы. Это сияние Яхве. Вынесут ли его глаза вид Бога? Прошло несколько минут, и заставив себя открыть их, он увидел перед собой пустыню. Он выбрался из пещеры, у подножия каких-то гор, песок и камни простирались до самого горизонта. Неужто небеса в точности походят на землю? Неужто Яхве живет в подобном месте? Или это просто иное царство в творении Яхве, иная земля, расположенная поверх его собственной, а сам Яхве обитает еще выше? Солнце стояло у горных вершин за спиной Хилалы. Оно встает или садится? Есть ли здесь ночи и дни? Прищурившись, Хилалов смотрелся в песчаную даль. У горизонта двигалась неровная ниточка, караван. Хилала помчался к нему, крича, напрягая пересохшее горло, пока не задохнулся, и вынужден был остановиться. Некто в хвосте каравана увидел бегущего и заставил встать всю вереницу. Хилала побежал опять. Заметивший его, походил на человека, а... не на духа, и одет был, как для пути через пустыню. Он держал на готове бурдюк. Еще задыхаясь от бега, Хилала выпил, сколько смог. Наконец он вернул бурдюк владельцу и через силу спросил, что это за место. На тебя напали разбойники. Мы направляемся в Эрех. Хилала уставился на него в изумлении. Не обманывай меня! Закричал он. Мужчина отпрянул и посмотрел на Хилалу так, будто тот потерял разум, перегревшись на солнце. Хилала увидел другого мужчину, который шел от головы каравана узнать, в чем дело. Эрех ведь в долине Синаарской. Да, верно. Разве ты не туда направлялся? Второй мужчина держал на готове посох. Я пришел из. Я был в. Хилала остановился. Вы знаете про Вавилон. А вот куда ты держал путь? Это к северу от Эреха. Дорога туда нетрудная. Башня. Вы о ней слышали? Конечно. Это столб в небеса. Говорят, люди на вершине роют туннель через небесный свод. Хилала упал на песок. Ты нездоров. Погонщики пробормотали что-то друг к другу и отошли посовещаться с остальными. Хилала на них не смотрел. Он в долине Синаарской. Он вернулся на землю. Он прополз через хранилище небесных вод и снова оказался на земле. Яхве привел его в это место, чтобы помешать подняться выше. Но Хилала пока не видел никаких. Знаков, никаких указаний на то, что Яхве его заметил. Он не испытал, не ощутил чудо, которое совершил Бог, чтобы перенести смертного сюда. Насколько Хилала мог понять, он просто проплыл вверх от свода и вынырнул в пещере под землей. Каким-то образом свод небес оказался под землей. Словно земля и небо, лежали бок о бок, опирались друг на друга, хотя и были разделены многими лигами. Как такое возможно? Как могут соприкасаться столь отдаленные места? Голова у Хилала шла кругом. А потом его осенило. Цилиндр для печатей. Если прокатить его по табличке из мягкой глины, резной цилиндр оставлял складывающийся в рисунок отпечаток. Две фигуры могут оказаться по разные концы таблички, хотя на поверхности цилиндра они стоят бок о бок. Весь мир – такой цилиндр. Люди воображают себе землю и небеса, как углы таблички, а между ними – растянувшиеся небо и звезды. На самом же деле мир загадочным образом свернут так, что земля и небеса соприкасаются. Теперь стало ясно, почему Яхве не поразил башню, не покарался, но в человеческих, посмевших вторгнуться за назначенные им пределы. Ведь самый долгий путь только вернет их туда, откуда они вышли. Столетия труда не откроют им о творении большего, чем они уже знают. И все же через свои старания люди узрят дивную механику творения Яхве, увидят, как изобретательно устроен мир. Это мироустройство свидетельствует о деле рук Яхве, и оно же дело рук Яхве скрывает. Так сыны человеческие будут знать отведенное им место. Колени Хилалы дрожали от благоговения, но он поднялся на ноги и пошел искать погонщиков каравана. Он вернется в Вавилон. Возможно, снова увидит Лугату. Он пошлет весточку тем, кто трудится на башне. Он расскажет им, как устроено мироздание.